С вами Манаху, но ты телевизор Харакшет. Наступила зима, дети лепят снеговиков, дорожные рабочие борются с гололедом, а некоторые проблемы горожан не могут решиться еще с конца лета. Напомню, жители микрорайона Поселе были крайне недовольны, что конечную остановку маршрута номер 4 собираются перенести. Опасения сбылись, четверка перестала к ним заходить. А вот альтернативе жители не рады, да и ни разу ее не видели. Они тут отменили четверку, да? А 106-й-то они не поставили еще. То есть мы-то как должны добираться от конечки до Салмега? Дети зимой, пешком, бабки, ну вообще все. У нас уже здесь добрые люди подцепились по 50 рублей возят до Салмега. На чужом горе кому-то война, кому мать родна, да? Вопреки всем нашим желаниям, ну как бы там решают люди, которые фактически проблему-то не видят. Конечно, маршрута номер 4 была перенесена в исполнение коллекционного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. И также в адрес перевозчика было представление прокурора Волгинского района по сокращению схемы границы города Улан-Удэ. Поэтому было принято решение о переносе отстойно-разворотной площадки маршрутов номер 4 и 4а границы города Улан-Удэ. Мы перенесли на самую границу города, то есть на ближайшую точку, где соприкасаются с Волгинским районом. Небольшой эксперимент дежурного по городу. Вот уже бывшая конечная четверки. Сколько займет времени, если я произдусь до основки, которые предложили городские власти для жителей поселья? Я иду, наверное, минут 20. И ни одного автобуса по пути я не встретил. Хорошо, хоть с погодой повезло. Вот, собственно, остановка Саумек. Я не удивлен, почему местные жители недовольны. Дорога здесь занимает примерно 40 минут, а идти 3 километра. Вот мы 4 месяца, активисты от нас 4 человека. Наняли юристы за свой счет, жители все скинулись. Мы ходим по кругу. Минтранс, Горсовет и Волга. Так а и Волга что делает-то? Что она может сделать? У них нет полномочия на городской маршрут на 4. Почему нет 106? Потому что у перевозчиков-то получается нет. 1 декабря Минтранс в Бурятии выдел перевозчику компании ООО «Транском» временное свидетельство на обслуживание межмуниципального маршрута номер 106 Улан-Удэ ДНТ «Пригорное» на период проведения открытого конкурса. Со 2 декабря автобусы отправились в рейс по утвержденному с администрацией Волгинского района маршруту. Не всегда дежурный по городу может прибыть в то место, где находится угроза для безопасности жителей города. Или туда, где что-то сломалось. А на просьбу горожан не реагируют ответственные лица. На помощь приходят наши народные контролеры. Что попало в их объектив, смотрите далее. Вот, Мерецкова 24, поставили новые водоколонки. Не работает уже 10 дней. Только пищит. Люди живут без воды. Рядом стоит бесплатная водоколонка, то есть старая. Почему хотя бы ее пока на время не включат? У данной автоматизированной водоколонки вышел из строя центральный блок управления. А так как она все еще находится на гарантийном обслуживании у поставщика, то нужно несколько дней для того, чтобы к нам в ВАНУД пришли новые запчасти из Вологды. Руководством предприятия было принято решение о вводе механической водоразборной колонки на этом участке на период ремонта автоматизированной этой колонки. В настоящее время механическая водоразборная колонка работает в штатном режиме. Люди спускаются потихонечку, потому что невозможно ходить. Здесь ходят дети и бабушки. Перекладины железные, вы видите, они очень скользкие. Потому что когда наступаешь, нога съезжает вниз, и у меня ребенок упал. Буквально хорошо, что сзади у него рюкзак на спине, а так бы я не знаю, что было бы. Вот видите, женщины спускаются, держатся, все держатся, боятся. Снег утром вообще не убирается. Снег на Виадуке, расположенном на станции Заудинский, убирается на регулярной основе. Металлические уголки на ступенях Виадука являются его конструктивным элементом, обеспечивающим целостность сооружения. В ближайшее время, чтобы снизить риск получения травм на Виадуке, будут приняты меры по обустройству временного противоскользящего покрытия ступеней сходов пешеходного моста. Это на улице современный один, то есть напротив вас стоит трубы из земли вот так выходят, просто болтаются. Проволока. Здесь бетонный блок тоже. Все это находится на тропинке. Вот так. Дети, вот 63-я школа, дети 63-й школы идут домой. Мимо вот этого кошмара. По данному поводу, сотрудниками филиала Улан-Удэнский энергетический комплекс проведена проверка. Она показала, что конструкция устойчива, а на надежность теплоснабжения повреждения не влияют. Тем не менее, на данный момент ведутся подготовительные мероприятия для проведения ремонтно-восстановительных работ. На очереди у нас вопрос про очереди. Наши телезрители жалуются, что им приходится долгое время проводить в медицинских учреждениях города, чтобы получить помощь. Кто-то сидит в очереди из-за того, что их не принимает врач. А кому-то приходится ждать прямо в гардеробе. Вот так вот. А мы сделали снимок. Я подвергла, да, я не сказал. Промсит на слабо. Она меня... Врач уезжает. На этом видео Анастасию Перебоеву и ее ребенка отказываются принимать врач. Мать хотела взять справку для детского сада, что ее сын здоров. Педиатр объяснила, принимает только больных детей. И посоветовала записаться на портале госуслуги. Я говорю, где записываться? Когда у нас началась запись производиться здесь. Она говорит, в госуслугах. Я говорю, ладно. Я говорю, так вы нас посмотрите? Возможно, мы и не выздоровели, да? Она такая, нет, все, я не буду вас смотреть. И говорит, все, у меня обед и ушла. Женщина вошла пол первого и потребовала справку. Я сказала, что прием осуществляется согласно предварительному расписанию. У меня официальный обед с 12 до часу. На один участок по словам медиков почти тысячи детей. Врачи признаются, таким количеством справляются с трудом. Очень многие жители Сотникова прикреплены к городской поликлинике. Не хотят ездить по прикреплению, но мы никому не отказываем. Мы всех принимаем. Сейчас вот годовой отчет сделаем полувозрастной, учтем количество и будем решать на счет четвертого врача-педиатра. Жители железнодорожного района сталкиваются с такой же проблемой, как и в Сотниково. Большие очереди. Только в городской поликлинике рук должно хватать, в отличие от амбулатория. Вот такие вот очереди вообще. Ну вот я второй раз за неделю обращаюсь, да. К нам даже домой не приехали, ваше пришлось с больным ребенком сюда идти, потому что врачей нет. Мы пришли без 10, 11 и видите уже сколько времени. Врачей здесь не хватает. Да, и поэтому очереди такие большие. Детская поликлиника номер 6 обслуживает 25 педиатрических участков. В поликлинике имеется кадровый дефицит участковых врачей, работают 9 врачей-педиатров. Причиной формирования очередей является кадровый дефицит врачей-педиатров и рост заболеваемости ОРВИ среди детей. А вот в городской поликлинике номер 5 очередь начинается с гардероба. Не то, чтобы там не хватает кадров, сейчас один из блоков учреждения отдан для пациентов с признаками ОРВИ. Именно там располагался старый гардероб. Нынешний находится в холле поликлиники, что не совсем удобно для посетителей. Пользоваться так называемым гардеробом проблематично. Утром большое скопление посетителей, местной вешалки не хватает. Люди нервничают, ругаются с утра пораньше. О какой дистанции может идти речь? Это временно, да. Я надеюсь, что когда у нас улучшится ситуация с ковидом, с ОРВИ, мы вернемся к прежней жизни и гардероб будет работать там же, где и работал обычно. Но на этом проблемы данной поликлиники не заканчиваются. Лифт в поликлинике плохо работает в течение нескольких лет. А в этом текущем году он не работал вообще. Наши надежды на то, что лифт отремонтируют, рухнули, когда мы увидели, что администрация поликлиники перекрыла доступ к лифту, соорудив на пути к нему подобие гардероба. Лифт не работает примерно полгода. Эта поломка создает неудобства для пожилых и маломобильных граждан. Чтобы посетить врачей на втором и третьем этаже, приходится просить помощи у неравнодушных людей. По заключению испытательной лаборатории дано было заключение, что лифт не пригоден. Представляет опасность для эксплуатации. Сейчас подана заявка Минздрав на изготовление проектно-сметной документации. Финансирование на разработку ПСД-документации лифта включено в проект законы Республики Бурятия о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на декабрьской сессии Народного хорала Республики Бурятия. В своей очереди ждут и жители станции дивизионной. Им медицинская помощь пока еще не нужна. Но если капитальный ремонт их дома не перенесут на более ближайший срок, то люди просто задохнутся от плесени в собственных домах. Кровля находится в очень плохом состоянии. То есть имеются дыры, постоянно летом у нас дожди. Как бы все стекает на чердак, соответственно, потом на вторые этажи. У нас не функционируют водостоки. Их вообще практически нет. То есть они стоят ржавые, они вообще не работают. У нас в квартирах у всех грибок, у нас сырость, у нас ледяные просто стены. Они не успевают просыхать. При помощи специальных средств соли жители пытаются сохранить свои стены, еженедельно делая косметический ремонт. Видите? Он даже известнее щадит. Просто все съедает, да? Съедает напрочь. Это мы еще обрабатывали здесь, вот пополовину видно, да? Вот здесь вот отсюда обрабатывали. И вот так вот каждые две недели, да? Здесь вот уголок обрабатываем. А как мы должны с ним жить? Одно такое средство защиты от плесени стоит примерно 800 рублей. Вместе с Гусейновой тратят более полутора тысяч. Бороться с плесенью приходится самостоятельно, но управляющей компании нет. Капитальный ремонт запланирован только через несколько лет. Перенести его на следующий год жильцы пытались. Приглашали городскую комиссию. После этого обращение по дому на дивизионы рассматривали в Министерстве строительства. Но в список тех, кому одобрили более ранний ремонт, дом не попал. Я считаю, что вообще у нас идет полная игнорация. Именно нас, жильцов этого дома. Потому что вот эти отписки, они не решают наши проблемы. От того, что они отправили мэра, отправили в комитет, комитет отправил в главе, глава отправила в комитет. Это вот так вот бесконечно. Что надо, я вообще не понимаю. Почему нас не слышат? Куда нам стучаться? Кому нам обращаться? Я вообще не понимаю. С этими вопросами мы обратились в Министерство строительства республики. К сожалению, три дня для чиновников оказалось недостаточно. Специалисты сосвались на излишнюю занятость. Оно и понятно. Когда плесень на стенах не в твоем доме, то спешка ни к чему. Но мы подождем ответа. А вот люди ждать устали и написали обращение в прокуратуру. Надеемся, надзорный орган придаст ответственным лицам ускорение в работе. Вот вам загадка. Не живая, а идет. Неподвижно, а ведет. Отгадка следующая проблема, которая волнует горожан. У вас будет время подумать. А пока смотрите рубрику «Вопрос-ответ». Переход на центральном рынке очень скользкий. Как подниматься и спускаться? Комбинат по благоустройству провел посыпку перехода на центральном рынке. Будет производиться регулярный осмотр и подсыпка по необходимости. Мы пытаемся оформить придомовую территорию МКД в собственность. Наши соседи, частные владельцы, не дают узаконить. Что делать? В данном случае я рекомендую провести общее собрание, на котором принять решение о приватизации земельного участка педомов. И если будет такое решение, то жители, которые голосовали против или же не принимали голосование, участие, обязаны подчиниться решению большинства. В 54-й школе нет спортзала уже 20 лет. Еще в 2002 году обещали заняться этим вопросом. В ней учатся около полутора тысячи детей. В теплое время года они занимаются на улице, а зимой физкультурой никто не занят. В данной школе нужно строительство двух спортивных залов. В городском и республиканском бюджете таких средств нет. Проектно-сметная документация готова. Уже было подано обращение в Министерство образования и Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия для того, чтобы войти в какую-либо федеральную программу. Я думаю, вы уже догадались, какой ответ той загадки. Барабанная дробь? Правильно, дорога. Предприниматели микрорайона Кирзавод негодуют. Началось строительство нового моста, дорогу по улице 3-я транспортная перекрыли. Бизнесмены начали терять клиентов. Появилась еще одна загадка, почему дорогу перекрыли, а объездной путь сделать забыли. Мы перекрыли дорогу, хотя с правительством разговаривали, с представителями правительства, о том, что дорога не будет перекрыта, пока не будут предложены варианты объезда этой дороги. Мы не можем выехать. У нас остался всего лишь один выезд через Читинский переезд, который очень часто закрывается. Мы здесь остаемся в каменном мешке, не выехать, не проехать. У нас, получается, сократили 4 остановки. Предприятий очень много, и получается, люди, им приходится 4 остановки идти пешком. Это примерно около километра. Предприниматели готовы предоставить свои идеи, где может располагаться объездная дорога. А в Минтрансе бизнесменов готовы высушить и обещали дать нам точный ответ на следующей неделе. Иногда горожане не решаются обратиться к дежурному по городу, думая, что их проблема не такая уж и важная. С одной мы столкнулись на этой неделе. Нам адресовали вопрос, может ли кто-то помочь расколоть дрова. Виктории Евгеньевне почти 70 лет. Ее коллега по работе была беспокойна, что наступили холода, а помочь женщине наколоть дрова некому. Дети у меня разъехались. Одна ехала в Питер, а вторая во Владивосток. Они бывают, навещают меня, летом навещают. А в такое время обещали к Новому году приехать. Почему не обращаются в волонтерские организации? Потому что я никогда не... как-то мне совестно. Дежурный по городу обратился в ресурсный центр «Добродом». Волонтеры сразу приехали на помощь. Приходят звонки и нам обзванивают, волонтерам. И выезжаем на адреса. Кто сможет, кто свободен. Во время есть. Алдар в волонтерстве около года, но уже не впервые выезжает на такие просьбы. Прекрасно понимает, что за это ему никто не заплатит. Но сегодняшняя работа будет оценена. Мальчишке-то шоколадка достанется сегодня? Конечно. А как больше-то? Так что я не подвожу таких людей, которые мне помогают. Дежурный по городу не мог остаться в стороне. Взяли в руки топоры и поехали. У меня не получится, походу. Нет, конечно. Ну ты что делаешь-то? Блядь, нет. Наша съемочная группа и волонтеры «Добродома» помогли Виктории Евгеньевне. Но, к сожалению, дежурный по городу не может каждый раз выезжать к конкретному человеку. А вот обратиться в ресурсный центр за помощью можно по телефону 37 95 29. Вот такая вышла первая зимняя неделя. Синоптики предполагают, что декабрь будет теплым. А дежурный по городу гарантирует, что ваши вопросы не останутся безответными. Обращайтесь по номеру 220 777. Будем стараться решить проблему вместе. Дахин, Узатра, БРТ. Продолжение следует...